МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так чемпион страны Московская Динамо, проведя серию матчей, выиграла Кубок Мира. Заметно уступающий ему по значимости трофей отошел и Родине. На льду Олимп-арены завершился розыгрыш Кубка России по мини-хоккею среди команд Высшей Лиги. Вхождение в турнир у молодежки Родины выдалось весьма непростым. Во двух стартовых матчах юношами были одержаны рабочие победы. 6-5 над Строителем и 3-0 над Никельщиком. Похоже, удачное начало вселило в команду уверенность после прошлогоднего первенства Высшей Лиги, где Родина-2 у себя в группе заняла последнее место. Но то был большой лед. В хоккейной коробке тоже надо выкладываться в каждом матче. Тем более, что молодежка в новом сезоне предстанет обновленным коллективом. В резерв главной команды зачислено много новых хоккеистов. Все равно друг друга знаем с детства. Не то, что в разных командах играли, но все равно знакомы, где-то на тренировках пересекались. И вот этот турнир как бы в помощь идет к тому, чтобы предстоящему сезону, чтобы еще больше сыграться в команде. Судя по последующим результатам, общий язык партнеры успели найти. Недосягаемый для соперников «Вторая Родина» стала за тур до окончания Кубка. Тренерским штабом Кубок Чепецкий рассматривался прежде всего как этап подготовки к выходу команды на нормальное игровое поле. Сейчас его подготовка на стадионе «Родина» близка к завершению. Успех на турнире подвел логичную черту и по тренировочным сборам, которые предварял первые официальные матчи «Второй Родины». И что важно, плоды проделанной работы наставники увидели. А теперь они знают, и вот им объясняют, что им нужно бежать сюда, нужно им закрывать, нужно им делать это, защитникам это, вратарю это, нападающим это. Ну, я думаю, что, как бы, если честно сказать, что от идеала еще пока далеко, далеко, но все-таки сдвиги есть. Оставшееся время до начала сезона «Родина-2» потратит на тренировки товарищеские матчи. А вот с середины ноября начнется самая серьезная проверка. Тогда стартует первенство высшей лиги и традиционные турнирные призы Федерации хоккей с мячом России. Неплохо пока складываются дела у главной Родины. Находясь на шведском сборе, Кировченю провели три контрольных встречи, и все три выиграли. Поверженными оказались финский «Акелес», «Чеппинг» и «Сириус». В понедельник еще одним соперником Родины станет Сандвикин. Теперь о фехтовании. На середину октября ежегодно приходится проведение всероссийского турнира в памяти Николая Порфирьева, который нынче собрал почти 200 участников. Такой повышенный интерес их стороны легко объясним. Зимой кто-то из них должен будет поехать на первенство мира. Отбор в национальную команду как раз стартовал с Кирова. Следом будут Москва, Казань и Арзамас, принимающие зимнее первенство России. Весь этот долгий путь предстоит пройти Ивану Лимареву. Исходя из имеющихся у него регалий, фехтовальщик родом из Самары – основной фаворит на победу. На кадетском уровне он успел добиться всевозможных успехов. Последний пришелся на международный турнир «Анечков мост», где Лимарев выиграл золото. А до этого ему в составе сборной страны покорилась одна из ступенек подиума на европейском первенстве в Будапеште. Попадание на кадетский мир и возможная медаль – главная цель спортсмена. Но он понимает, что прийти к ней будет непросто. На том же Кировском турнире, по его словам, он не станет смотреть на соперников свысока. Ну, возможно, но, как бы, зазнайство тоже нельзя. Нужно работать, чтобы все время быть первым. Лимарев, как и должно было быть, по юношам 97-го года рождения, стал сильнейшим. Вместе с ним на верхнюю ступень педестала также поднялись Вячеслав Пахнюк из Подмосковья, фехтовальщица из республики Алания Манана Саумова и представительница Саратова Екатерина Тарасова. Наши спортсмены, к сожалению, в число призеров не попали. К нескольким центрам развития областного кикбоксинга прибавился еще один. Отныне эту разновидность единоборств будут культивировать в Орлове. Боевое крещение небольшая команда из этого города прошла на чемпионате и первенстве области. Это был важнейший старт сезона, призванный проверить уровень мастерства всех спортсменов в преддверии ответственных выездов за пределы региона. Самые юные бились в разделе «Лайтконтакт». Сильнейшие же юноши выясняли отношения на центральном ринге. Так называемых проходных поединков зрители почти не увидели. Учитывая статус турнира, все без исключения кикбоксеры стремились попасть в сборную команду, которая предстоит в начале ноября отправиться в Санкт-Петербург на Кубок России. Я сам бывший спортсмен. Очень важна объективность. Выступил мальчишкой из Орловского района. Хорошо, пожалуйста, от федерации он получает финансирование на поездку на все крупные соревнования. По числу спортивных командировок в лидерах идет Кирилл Королев. Юноша – специалист по фулл-контакту. Первая половина 2013 года ознаменована для него очередной победой на первенстве ПФО и последующим участием на аналогичном турнире, но уже российского масштаба, где Королев дошел до четверть финального боя. Пройдя по личным ощущениям тяжелую, но полезную летнюю тренировочную работу, на данный момент он настроен постараться до конца года повысить свой спортивный разряд с кандидата до мастера. Для этого нужно победить на соревнованиях, имея в своей категории одного мастера спорта, и победить более четырех человек. Домашний турнир для Королева по причине травмы завершился досрочно, но юноша будет в составе областной сборной на Кубке России, на котором ему доводилось занимать первые места. Вместе с ним готовится к важной поездке предстоит ряду воспитанников «Вятус-Дюшор» и клубов «Каскад» и «Барс», составивших призовую тройку прошедшего чемпионата. Вторую часть программы мы целиком и полностью посвятим подборке новостей с разных спортивных арен. В клубе «Вятская ладья» продолжается главное турнирное событие шахматного года – чемпионат области по классическим шахматам среди мужчин. В сильнейшей группе лидерство захватил международный мастер Андрей Дербенев, набравший 6,5 баллов. Пол очка ему пока уступает действующий чемпион области Мирослав Ласенко. Третьим идет Павел Трифонов. Отметим, что турнир проходит в 9 туров, последний будет сыгран в субботу. Согласно правилам, при равенстве очков у двух первых шахматистов будет назначен дополнительный матч за первое место. На недавно построенной лыжеролерной трассе у трамплина прошли первые официальные гонки – осенний спринт. Соревнования были примечательны тем, что на них можно было увидеть всю лыжную элиту региона. По правилам спринта в квалификации спортсмены бежали 700 метров, а в групповых полуфиналах и финалах их путь удлинялся еще на 500 метров. Любопытно, что лыжники заболосного центра победили лишь в одном зачете из трех. Среди юношей и девушек старшего возраста первыми финишировали воспитанники Вятус Дюшор, Виктория Глушкова и Даниил Попцов. По среднему возрасту и взрослым победа пришла к представителям Цамутнинска Валерии Медведевой, Слобожанину Андрею Костину и двум кировочепетским спортсменам Эльмире Каяновой и Станиславу Перляку. Три категории победителей пришлось выявлять и на городском первенстве по художественной гимнастике, тоже не ставшим рядовым событием для отдельных спортсменок. По итогам личных и командных выступлений были отобраны две гимнастки, которые будут защищать честь региона на соревнованиях «Надежды России». Это кандидаты в мастера спорта Енина Барт и Наталья Филон из «Дюшор-1». Определились тренеры из состава молодежной сборной области по групповым упражнениям, который тоже поедет в Пензу. Соревнования там пройдут с 1 по 7 ноября. Футболисты «Динамо» продолжают копить безрезультатные попытки уйти с последнего места. Очередная неудача постигла Кировчан в Тольятти. Здешняя «Лада» у себя дома «Динамовцам» еще ни разу не проигрывала. Вот и в среду неожиданности не случилось. Хозяева победили гостей 2-1. 22 октября «Динамо» у себя на поле проведет заключительную игру осенней части чемпионата. Ее предстоит принимать новотроицкую носту. На этом у меня все. Ровно через неделю в это же время мы подведем новые спортивные итоги. Болейте за наших и до встречи на каналах России. Редактор субтитров А.Семкин